Ох уж эта мода! Как же она надоела нам мужчинам! Сплошные расходы! Что же такое мода? И с чем ее едят? В студии Международного информационного агентства «Тренд» известный модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова. Объясните, пожалуйста, мне, мужчине, консерватору, который может годами надевать один и тот же костюм, один и тот же свитер, одни и те же туфли, что же такое мода? Мода сегодня – это средство коммуникации. И то же самое. В последние 10 лет одежда и мода считаются средством коммуникации. Вы вот в течение трех-двух минут о себе отсылаете информацию. Вы ее отослали. Какова она получается? Да, скажем, журналист, консерватор, сорочка у него 80-х годов, в трюки 90-х. Вот так вот. Эту информацию вы отослали. Не, ну дело не в том, что она, скажем, 90-х и 80-х годов. Я просто пошутила. Понятно. Фахрия Халафова, ну вот, например, вот иногда кажется странным, да, вот, скажем, девушки, да, они хвалятся, что вот пошли, купили там какой-то бренд, какой-то, да, бренд, вот, и буквально смотришь, и вот, как мужчина, я думаю, хоть грубо звучит, но просто напарил одежду на себя. Ну и что, что она дорогая, ну что, что она какой-то бренд известный, марка, но она же ей не подходит. Зачем ей тебе надо кичиться? Ведь надо одевать то, что подходит. То, что подходит. А не то, что дорого или модно, скажем. Да, не всегда то, что дорого и модно, подходит, я с вами согласна. Но то, что касается брендовой одежды, чем она хороша, это получается, что скупой платье дважды, она просто очень ноская. Я вам скажу, на самом деле это так и есть. Одежду от какого-то бренда можно пять лет носить, по качеству она не изнашивается. Она ноская, она качественная, качественная, естественно. А что касается, подходит или не подходит, тут надо быть, знаете, настолько информированным в моде человеком, настолько надо иметь гармонию с его внутреннего содержания, с внешним обликом, чтобы подобрать правильную одежду, создать какой-то определенный имидж, чтобы это подходило, чтобы это было по пропорциям. Там цветовая гамма была правильно выбрана. Естественно, вот этими качествами обладают немногие. Тут стоит вопрос о том, врожденное ли качество вкус или приобретенное. Оно врожденное, я вас уверяю, что оно врожденное. Можно чему-то научиться, можно чего-то нахвататься, можно повторить, стать как бы, я их называю копиями, клонами, прототипами. Ну, естественно, стараются быть молодые девушки, похожи на кого-то из мира шоу-бизнеса, кино, театра, там, молодые парни, наверное, футбол, мир футбола, мир кинематографа. Вот, кстати, вот затронули интересную тему. Вот девочки хотят быть похожи на кого-то. Скажем, Перис Хилтон сегодня наделал какое-то там, не знаю, платье, там, открытое, закрытое, неважно. И все сразу начинают копить, а, какой-то мод, как-то хорошо. Почему именно Перис Хилтон должен быть законодателем мод? Или, скажем, не знали, та же Джессика Альба? Они не являются законодателями мод, потому что они просто, вы знаете, как отпиаренные персонажи. Поэтому, ткнув любой сайт, открывается их фотография, сразу же новость. И, естественно, что там на них одето, становится каким-то культовым продуктом. То есть они являются носителями той информации, информации из мира моды. Эта информация очень быстро доходит до потребителя. А чтобы полностью вникнуть в суть модной новинки, скажем, или того, что модно на сезон, надо что сделать? Надо пересмотреть энное количество коллекций представленных, правильно? Этим мало кто занимается. То есть или это фэшн-бук, или фэшн-тиви, или же сайты этих известных брендов, тех, кто выступает на неделях моды. Надо пересмотреть очень много, проанализировать эту информацию, вывести какие-то результаты для себя. Это всё долгий процесс. Этим мало кто занимает, особенно из молодёжи. Легче ткнуть на пару каких-то популярных сайтов, увидеть там пару фотографий, сделанными даже папарацци. И вот сейчас в последнее время считается, что даже двигатели торговли, моды, модных новинок стали даже те самые папарацци. Они быстренько-быстренько там всем пощёлкают, быстро всё положат. И это становится модным, да? И это становится модным, представляете? Что интересно, Фехрехан, вот я в последнее время заметил... До чего мы докатились, да? Да, точно. Вот я заметил одну вещь. Вот в последнее время именно парни, они стали себе уделять больше внимания своей внешности, нежели девушки. Там всякие прически делают, там какие-то сорочки, как говорится, одевают приталенные, там какие-то рваны, джинсы. С выточками, с выточками. Раньше понятие выточки был только приоритет женской одежды. Вот почему это так происходит? А почему это происходит? Потому что, вы знаете, существует понятие «дух времени». Естественно, всё это отпиарено, да, уже, это отпропагандировано. Это вот на таких персонажах, как спортивных, скорее всего, из мира спорта. Это футболисты известные, известные там представители других видов спорта. Это какие-то рекламные ролики. Молодёжь стала сейчас более, знаете, такая вот мини-консервативная. Она, конечно же, стала больше следить за собой, меньше поправляются, стали худенькими, держаться все худенькими. Притальные сорочки стали все одевать. Вот это как-то стало, знаете, как, это тоже уже стало своим определённым имиджем. То есть тусовочным, скажем, night. А вам не кажется, что вот, когда вот парень, вот, он уделяет, как бы, своё внимание, ну, внешность больше, да? Вот, вы говорили, какие-то, вот, раньше были какие-то женские элементы, одевшие, да, 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 они трансформируются. Они как бы теряют, вот, мужчина свою, как бы, мужественность теряют, вот, скажем так. Нет, я с вами не согласна, что он теряет какую-то мужественность. А что касается, вот, мужественности, тут тоже надо же, хорошо, мы не будем надевать, скажем, ту же самую сорочку. У нас сегодня элитмотивной нитью проходит сорочка. Когда вы с этого начали, пускай он не одевает приталенную сорочку, хотя это смотрится очень красиво. Я вас уверяю, что это именно так. Ну, какой-то вот элемент модных тенденций, он присутствовать должен. То есть, мы сегодня уже 2011 год, сегодня 21 век, уже одно десятилетие прошло. Естественно, дух времени свой присутствует. Поэтому то, что вот мода нам предлагает, и когда начинают ими, этими новинками пользоваться, и увеличиваются вот этих фэшн-персонажей, то сразу же возникает вопрос, зачем они это делают? Почему они так оделись? Что-то они потеряли ничего, они не приобрели. А в то же время, это процесс подсознательный. Нет, я вас уверяю, что они приобретают много хорошего тоже. Хорошо, тогда такой вопрос. Вот вы говорите о духе времени, да? Да, да. Вот сейчас многие говорят, что, о, там, европеизация, там, Запад, так далее, ориентир. Но я заметил одну очень важную вещь вот в ваших именно работах. Да. У вас всегда чёткая своя линия. Да. Вы не подвержены влиянию Запада. Вот в ваших одеждах, вот я никогда не замечал, что были какие-то открытые платья. У вас всегда закрытые, именно с национальными элементами. Да, да. А почему вы не подвержены этому влиянию? Всё-таки вы стараетесь соблюдать именно национальные традиции. Это значит, что получается. Если я сделаю платье похожее, скажем, на Дольче Габбана, на Версачи, ну, что я привнесу в моду? Ничего. Меня сразу обвиняют в плагиате, скажем, да, вот примерно мы это, мы с вами сейчас как бы анализируем, что может быть. Это скажут, что это плагиат. Очень много, конечно, сейчас вот модниц, которые прекрасно знают последний коллег, скажут, ну, это похоже на то. Естественно, это всё неправильный ход, такой творческий. И с самого начала сложилось так, что я выступаю на очень многих международных форумах, и одно из моих первых выступлений было очень серьёзно. Это был 2000 год, Экспо 2000. Это всемирная выставка. Это тоже проходило в Германии, и вы представьте, что тогда Азербайджан за участие на выставке и за представленную культурную программу получил золотой мир. Медаль. Вот, пожалуйста. Мы выступили, и вот получили золотую медаль. А потом уже прошло много недель мод, выставок международных дней культуры. Я поняла, что это вызывает очень много интереса, даже восторг, когда мы выступали в Японии в 2005 году, на Экспо 2005 уже. Наверное, кто наблюдает японцев, согласится со мной, что у них реакция такая сдержанная. А тут, когда я представила коллекцию, плюс ещё под музыку Эйдара Мансурова. Это Бахрам Наамя. Он впервые, кстати, вот он сделал сочетание Муама с техно-ритмами. Он мне просто представил это CD, я говорю, как раз кстати, и мы поехали на выставку международную, всемирную даже. Тут реакция была, знаете, какая фантастическая, и на следующий день вся пресса об этом написала. То есть я поняла, что это привлекает внимание, это самобытно, это твой почерк в моде. Поэтому, соответственно, до сих пор придерживаюсь его. Что касается того, что плацет открытая, очень открытая или очень микро-мини длины, это не показатель какой-то модности. Мини-юбка была представлена Мэри Куант в 67-м году. Ну что нового я сегодня сделаю? Представляете историю? 20-й век, 67-й год. Первая, кто представил, кстати, хорошая информация для зрителей, Мэри Куант в 67-м году. Ну что я сделаю сегодня, в 2011-м году, опять сделав мини-платье? Ничего нового. А то, что я делаю в коллекциях и выставляю, скажем, те самые очень сложные декоративные элементы, очень сложный крой, очень сложные колористические сочетания. Именно с национальными элементами? С национальными элементами. Это то, что я могу сделать, и то, что, наверное, когда-то мир моды тоже будет анализировать, трактовать или использовать как очень хороший опыт. А как вы относитесь к тому, что, скажем, у вас есть много проектов в деле развития моды, индустрии моды, а вот не кажется вам, что пора внедрять в одежду какие-то национальные элементы? И для женщин, и для мужчин. Да, ну что касается вот этого вопроса. Именно пропагандировать, чтобы люди смотрели и одевали. Пропагандировать я достаточно сделаю в этом направлении. Вы смотрите, что я сделаю. Я несколько шагов своих вам перечислю. Я первой, кто стала национальные элементы использовать в моде и выставлять это на международном уровне. Это я сделала. Я сделала стилизацию национальной одежды и стала ее показывать. Это было очень давно. Это сейчас вот все ведущие на Норус Байрамы, скажем, все-все-все одеваются национальные одежды. Такого не было. Вы знаете, я одна из первых это начала внедрять. Я одна из первых, кто цвета азербайджанского флага представил в виде платья. Это я подготовила для Дни Азербайджана в России. Это был просто фурор. Это платье такой эффект произвело. И даже тогда мне многие говорили, что нельзя использовать цвета флага в одежде. Я говорю, нет, это надо делать. Это красиво. Это правильно. Вот это все я сделала. Например, это все было сделано. Но сегодня, чтобы все это на рельсы производства стало, это уже другой процесс. Технический, технологический, инвестиционный. Потом вопрос бренда, вопрос, не знаю, даже тех самых этикеток, лейблов, то, что там будет написано. Это сложный процесс. Пока что сложно наладить производство одежды, выпуск производства одежды. Поэтому я предпочла наладить выпуск парфюма. Возвращаясь к началу нашей беседы. Вот ваши мысли, ваши слова тем скупым мужчинам, которые не хотят тратиться на своих любимых женщин. Не хотят тратить. Да. Тут знаете, в чем вопрос состоит. Наверное, тратить все равно придется. Хочешь, не хочешь, придется. Придется. Потому что индустрия красоты и моды, она в основном на чем держится? На пиаре и рекламе. Это и сознательные, и подсознательные, и коды там, если я вас уверяю. И там такие маркетологи работают, там такие пиарщики, такие рекламщики, такие психологи работают. Тут ничего не поделаешь. Что происходит? Или ты мне купишь это, или я с балкона брошусь. Тут все равно придется. Тут другого рецепта нет. Тут встает во второй вопрос. Конечно же, хорошо бы, чтобы наши милые и прекрасные дамы сегодня в обществе находили бы варианты для самоутверждения. Чтобы они сами работали и могли как-то помогать семейному бюджету. Хотя бы, чтобы они свои нужды, модные новинки, сами бы справлялись с этим вопросом. В этом вопросе мужчинам надо просто отпускать своих дам на работу. Это другая тема, но мы затронули очень серьезную тему. Сегодня очень многие женщины просто лишены возможности работать, потому что им супруги не разрешают. Есть такой момент. Но жизнь показывает, что надо сегодня работать всем. И быть модными. И последний вопрос. Моя рубашка модная? Честно. Вы знаете, как ваша рубашка, я так вижу, что она из натуральной ткани. Конечно, по климату это все правильно выбрано. Бренд, я уже вижу, какой там лейбл, но мы не будем его рекламировать. Она не приталенная. А чтобы она была приталенная, вы должны немножко заняться спортом. Вот вам мое напутствие. То есть я не модный? Нет-нет-нет, дело не в том, что вы не модный. Говорите правду, это нормально. Дело не в том, что вы модным и не модным. Я вам пожелание скажу. Вот в следующий раз, наверное, надо будет чуточку приталенную сорочкой. Это значит, что мы лишимся небольшого количества килограммов, да? Займемся спортом. И будем более подтянутыми и более спортивными. Спасибо большое вам. Спасибо. Большое вам спасибо. Спасибо.